Всем привет и добро пожаловать в очередной обзор от 151 убежища. Поехали! Сегодня вашему вниманию представляется небольшой обзорчик дымовых гранат от компании Grenade Factory. Ссылочка обязательно будет в описании. Ну, собственно, и заставку вы их тоже видели в самом начале. И мы сегодня рассматриваем дымы. Дымы от этой компании. Дымов у нас две штуки. Самая первая это та, что инициируется с помощью чеки. Вы дергиваете кольцо, бросаете и она дымит. Как заявляет производитель, дымит она целые полторы минуты и создает довольно плотную завесу дымовую. А вторая граната у нас будет с электроинициацией. Как заявляет производитель, она способна зажечься от абсолютно любого источника питания. Начиная от полуторавольтовой батарейкой и заканчивая атомной станцией. Ну, а первым на очереди у нас идет граната с механическим поджигом. То есть дергнули кольцо, бросили дымиться. Сама дымовая граната выполнена из картона. Выходных отверстий у нее две. С этой стороны и с этой стороны. Следовательно, дым должен пойти также с двух сторон. Как говорит производитель Гранат Фэктори, то что начинка данного дыма сопоставима с боевым ДМ-11 или что-то в этом роде. По-моему, он. Ладно, что болтать. В принципе, граната выполнена из картона, металлическое кольцо. Внутри какая-то начинка, какая-то инициация. В общем, все разговаривать, давайте испытывать. Испытывать мы будем в помещении. Помещение примерно, ну, большое. До стены 20-25 метров. И мы постараемся здесь задымить абсолютно все. Ветра у нас нету. И посему нам ничто не помешает. Я думаю, того будет достаточно для расстояния, чтобы вы оценили задымление всего помещения. Я даже продублирую это на второй камере. И, собственно, граната с механическим поджигом. И дергаем кольцо. Пошел дым. Сразу не бросаем. Пошел дым. Ну что, меня видно? Я сомневаюсь, что вы меня видите. Как показала практика, данная дымовая граната идеально подходит для помещений. Для небольших помещений. Даже больших помещений. Дышать этим дерьмом я вам крайне не рекомендую. Мы задымили всю площадь этого помещения. Через полторы минуты он заполнился полностью. Или, ну, почти полностью. Так сказать, полздания у нас закоптились полностью. Полздания у нас закоптилось. И самое интересное, что мы закоптили часть улицы. И создали довольно плотную завесу для отступления наших войск. Я вам просто покажу. Вот это все надымили мы. Это не туман. Ха! Очень, 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 очень неплохо. Туман довольно плотный. Красивые лучики солнца прорываются у нас. Антуражненько. А вон там мы снимаем, собственно. Гранату с электроинициацией я снимал, к сожалению, в другой день. И поэтому я туда просто вставлю кадры, как она дымит. В принципе, отличаются они мало чем. Единственное, что гранаты с электроинициацией очень удобно в использовании дистанционно. Провели кабель, использовали источник питания, эквивалентную длину вашего кабеля, разумеется. То есть, если вы проложите 100 метров кабеля, то полуторавольтовой батарейкой, собственно, вы ее инициировать... То инициировать ее с помощью полуторавольтовой батарейки у вас сомневаюсь, что получится. Кладем и смотрим. Полуторавольтовая батарейка. На данном этапе подвела вторая камера, не включившись на самом интересном месте. Была использована полуторавольтовая батарейка формата 3А от брелка, от сигнализации автомобиля. Внимание, не повторяйте этого дома. Да, не повторяйте этого дома. Вот, пошла родная. Давай! Жми! Чтобы вам было не так скучно, я слегка ускорю запись. До момента полного задымления. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так как мой спонсор выделил мне несколько гранат, я позволил себе вскрыть одну из них. Разумеется, я не скажу, что там находится внутри и в чем секрет запала, потому что, я думаю, это является маленькой коммерческой тайной. Но я скажу одно. Мне удалось поджечь эту гранату без самой чеки, но заодно и проверил, как она дымит на открытом пространстве при легком ветерке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я абсолютно уверен в том, что эта граната так лениво разгорается, только по одной простой причине, потому что поджег я ее всего лишь с одной стороны. А когда вы дергаете кольцо, она сразу загорается, скорее всего, с двух сторон. Поэтому, ну, собственно, она быстрее действует. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но, честно говоря, действие этой гранаты в открытом пространстве при легком ветре весьма сомнительное. Задумление идет минимальное. Скорее, этой гранатой можно только помечать точки. Чем давать плотную завесу для наступления или отступления? Моя личная рекомендация – использовать эти дымы исключительно для помещений. Я совершенно забыл вам сообщить о том, сколько стоит данное удовольствие. Обычная с чекой стоит 200 рублей, а с электронизацией 250 рублей. Ну, а на этом у меня все. Спасибо за то, что посмотрели это видео до самого конца. Те, кто не видел предыдущие видео, могут кликнуть прямо на экране, подписаться на канал, поставить палец вверх или оставить свои комментарии и замечания. Всем удачи и пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнал «Симон»!